Ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой бьюти-канал снова! Меня зовут Юля и я рада вернуться на YouTube снова. Если вы спросите меня, почему я не записывала видео, я не знаю, у меня не было какого-то настроения. И к тому же происходило много моментов, которые не позволяли мне сесть и записать видео. В общем, да, я вернулась прямо-таки, знаете, перед Новым Годом, когда уже все вот только так записывают видео о фаворитах косметики, разочарованиях косметики и все в этом роде. Теперь моя очередь тоже сделать видео на эту тему. В сегодняшнем видео я хотела бы поговорить о моих фаворитах косметики этого года. Когда я начала готовиться к этому видео, я изначально думала, стоит ли мне говорить обо всей косметике, которую я купила за этот год. Или же сказать именно о фаворитах косметики, которую я покупала за весь год. И я посчитала, что если я буду говорить о каждой косметической новинке, которую я купила за этот год, это видео будет, ну, слишком-слишком долгим. Мы этого не хотим. Поэтому я расскажу вам о косметике за этот год, которую я купила и которая мне очень понравилась, которую я использую каждый день. Кстати, ребят, вы заметили, какие у меня сегодня волосы красивые? Я сегодня покрасилась и мне кажется, чем дальше я крашусь, тем больше мои волосы становятся более такими насыщенными, темными. Плюс в том, что это не перманентная краска. При желании я могу даже летом просто вот в легкую перейти в блондинку, если я хочу. Но да, сегодня я сделала окрашивание и также небольшую укладку, потому что я всегда люблю, когда у меня волосы чуть-таки более кудрявые. Ну все, ребят, давайте начинать уже наше видео. Итак, я даже не знаю, с чего начать. Я, наверное, хотела бы начать с чего-то, что я использую вот реально каждый день. То, о чем я говорю, это тональный крем от Tom Ford. Называется он Traceless Soft Matte Foundation. Это мой прям самый-самый-самый любимый тональный крем, который я когда-либо покупала. Я использую его и в первом мире. То есть я могу нанести его, когда я просто дома, и я знаю, что я никуда не пойду, просто чтобы чувствовать себя красивой. Я также люблю, обожаю использовать его, когда я, допустим, иду куда-нибудь на ужин. И мой тон в оттенке Ivory Rose 3.5. И это просто самый идеально подходящий оттенок тонального средства, потому что мне очень сложно бывает подобрать тональные основы с таким каким-то небольшим розоватым подтоном. Вот это прям вот всегда идеально садится на мою кожу. Думаю, уже у покупки второй баночки, потому что хоть вроде бы кажется, что здесь много этого тона, на самом деле он достаточно быстро расходуется, особенно если вы используете почти каждый день этот тон. Я не знаю пока еще, насколько я по порядку буду говорить обо всем или нет, но сейчас я хочу поговорить о Шелл Тилбери. Эта палетка стала для меня просто открытием того, что у Шелл Тилбери нереально классные палетки, в которых все находится в них. То есть и тени, и хайлайтер, и пудра, и румяна, и бронзер. Я не покупала эту палетку, когда она только вышла. Я купила, наверное, через пару месяцев. И я пожалела, что не сделала этого раньше, потому что это та палетка, которую я использую каждый день. В основном это ради пудры. Это, мне кажется, одна из лучших пудр, которая просто идеальна для того, чтобы убрать жирность на вашем лице после нанесения макияжа, и также нанести ее в течение всего дня. Я знаю, что это не какое-то открытие. Все знают пудру Шелл Тилбери уже 100 лет в обед, но все-таки для меня это было личное открытие. Я точно помню, что я брала эту палетку в путешествии, когда мы там колесили по Флориде, и я просто в восторге от того, насколько эта палетка идеально вписывается в любой ваш образ. Я не могу сказать, что я прям, наверное, в восторге от размеров румян и хайлайтера здесь. То есть это не то, к чему я прям хочу притрагиваться каждый день, потому что размеры очень маленькие. Для меня гораздо проще взять мою большую палетку румяна и взять румяна почти в таком же оттенке, чем пытаться достать эти румяна из этого маленького рефила. Но в плане именно бронзера и пудры эта палетка стоит сама по себе ради только этих двух компонентов. Тени. Тени здесь, кстати, тоже шикарные, они классные. Мне нравятся больше всего вот эти два оттенка. Это оттенок, который я обычно ношу в складку века. И этот шиммер, он просто тоже нереально шикарен. Очень красивый в нем блеск. Я безумно рада, что я купила эту палетку. Другая палетка от Шолл Тилбери, которую я купила совершенно недавно. И опять же, это был не свежий запуск. Я купила уже ее после того, как она вышла с этой палеткой. И эта палетка, которая называется Ньют Газм Фейс Палет. Шикарная упаковка. Красиво выглядит. Она выделяется, даже сравнивая с другими упаковками Шолл Тилбери. Это смотрится чуть более люксово. И эта палетка состоящая... Это холодная палетка с более такими холодными подтонами румян и контуринга. А именно бронзера. Да, здесь бронзер и пудра для контуринга. Ну, так называется. Ну, все, я поняла. Здесь слева у нас находится более темная пудра для контуринга. А эта более светлая. То есть, соответственно, если вы хотите сделать ваше лицо более скульптурным, ну, я предпочитаю смешивать все-таки эти два оттенка, а не использовать по отдельности. Потому что таким образом получается образ более мягким. Мне нравится именно эта палетка тем, что здесь более холодные оттенки для скульптурирования. Здесь еще у нас есть хайлайтер и румяна. Мне нравятся оба продукта. Мне нравятся оба продукта. Оба продукта очень мягкие, шелковистые. Прям загляденье смотреть на эту палетку и пользоваться ею также. Мне она очень нравится. Но эта палетка была первой, которую я купила. Поэтому пока что я знаю о ней чуть больше, чем об этой палетке. Так как мы уже заговорили о палетках, давайте продолжать о них говорить. Я хочу показать вам свою любимку в моей коллекции. Свою любимую палетку от Наташи Динона. Она очень быстро заляпывается. Нужно иметь в виду, как будто бы она, знаете, у меня уже 5 лет в моей коллекции. И это палетка, которая называется Glam Face Palette. Я ее обожаю. Это одна из моих любимых последних палеток Наташи Диноны. Я, наверное, как и многие девушки, не знали, что они полюбят палетку, в которой есть румяна, хайлайтер и тени. Но на самом деле это случилось у многих. Качество продуктов, которые находятся в рефилах, оно здесь феноменальное. Говоря именно о хайлайтере, он действительно очень многих поразил. Как будто бы у Наташи Диноны такой формулы не было до этого. А вот в этой палетке она, видимо, сделала что-то инновационное и положила продукт, который, может, она еще тестирует или что-то вроде того. Но хайлайтер здесь, он, конечно, он шикарный. Он не слишком ослепительно смотрится на лице, он смотрится очень-очень естественно и добротно, я бы сказала так. Румяна мне тоже очень понравились, хоть, наверное, не так сильно, как хайлайтеры и тени. Эти румяна, они в формуле cream to powder, то есть это формула, которая описывается как кремово-пудровая. И я не знаю, они очень-очень сухие по своей текстуре. То есть я даже, когда делала свочи этих двух палеток в Sephora, одна была светлая, другая темная, я почувствовала, что румяна такие же в палетке dark, потому что это light палетка, они ощущались гораздо более мягкими и шелковистыми, что очень странно, потому что это, ну, как бы одна и та же палетка, только одна чуть светлее, другая чуть темнее. И так как это не кремовая румяна, да, то вам нужно реально прям нажимать на них, чтобы появился какой-то пигмент. То есть с ними переборщить невозможно, как мне кажется. Тени шикарные. Мой самый любимый оттенок это вот этот вот, который называется Inner Corner. Он какой-то исключительный. Все оттенки в этой палетке, они хорошо подобраны, но вот именно этот оттенок, он прям мне больше всего запал в сердце. Я считаю, эта палетка идеальна на каждый день, идеальна для того, чтобы сделать макияж на свидание или пойти куда-либо гулять. Или в магазин, например. Не знаю, почему у меня такие ассоциации, но не зря эта палетка распродалась так быстро. Я даже не думаю, что ее можно купить в Сифоре, может только в онлайне, но в магазинах физических в Сифоре ее нет. И это именно та палетка, которую я хотела отправить маме в Россию, но, к сожалению, ее уже было сложно достать очень. Поэтому я купила вместо этого ей палетку Glam, потому что она любит такие оттенки черно-белые, как угольно-белые, да, можно сказать так. Если вы купили эту палетку, то, знаете, вам повезло, потому что она стоит своих денег только так, потому что за, сколько там, 45 или 50 долларов, это невероятно здоровская цена за это качество. Далее, давайте поговорим о косметике Too Faced. Первая палетка, которую я покупала, это палетка Teddy Bear. Мне она понравилась с первого взгляда. Я увидела упаковку и поняла, что это очень мило, я хочу ее тут же. Эта палетка была моей любимой палеткой на протяжении, наверное, двух месяцев. Я открывала свой ящик с косметикой, я просто знала, что это то, что я хочу использовать, настолько она универсальна. Я не знаю, просто макияжи, которые я делала с ней, они получались очень и очень красивыми. Да, эта палетка не такая пигментированная, как, допустим, Наташа Динона или Пэтмоград. Эта палетка универсальна для, мне кажется, любой коллекции, потому что в ней есть те самые оттенки, которые вам, скорее всего, захочется использовать в повседневной носке, в повседневном макияже. Тем не менее, именно из-за нюдовых вот этих вот матовых оттенков эта палетка была моей любимой палеткой, потому что здесь есть большой выбор, из чего выбрать. Еще она вкусно пахнет, кстати. Она... У нее уже запаха нет, по-моему. Я точно помню, она должна была пахнуть, как какая-то сладость, но уже запаха нет в ней, окей. Но самое главное, эта палетка, она компактная, с ней можно легко путешествовать, если вы куда-то едете. И еще у Too Faced очень даже хорошее качество теней, поэтому... Другая палетка Too Faced, которую я покупала в этом году также, называется она Cinnamon Swirl. И эта палетка, опять же, она была моей любимой палеткой на протяжении долгого времени, потому что она, опять же, такая простая, и она нюдовая. В общем, эта палетка вкусно пахнет все так же, что мне очень нравится. Она, опять же, не какая-то, знаете, супер-сверхъестественно уникальная, но потому что Too Faced выпускает в эти палетки каждый год, естественно, она в том же самом стиле. То есть здесь ничего нового нет. Да, здесь есть вот у нас один такой, опять же, более-менее яркий оттенок. Мне, наверное, кажется, даже в прошлом году палетка мне нравилась чуть больше от Too Faced. Но так как я большой любитель нюдовых оттенков, коричневых оттенков, то, конечно, я ей буду еще пользоваться. Просто нужно ее положить, может, опять в мой шкафчик с косметикой ежедневной. Вот, поэтому эта палетка, она тоже у меня стала любимой, как это ни странно. Когда я смотрела на свою коллекцию теней, я пыталась понять, какую же палетку я пользую чаще всего, и оказалось, что это две палетки, которые, ну, меня больше всего впечатлили в этом году, наверное. Это палетка от Huda Beauty Rose Coors, самая популярная, наверное, палетка за последнее время от Huda, и палетка от Наташи Диноне Retro Palette. Если буду честной перед собой, мне кажется, что вот именно палетка Rose Coors от Huda Beauty нравится мне, наверное, все-таки чуть больше, потому что мне нравится разнообразие оттенков, которые в этой палетке. Это не только розовые, но еще и интересные коричневые оттенки, и также парочка холодных оттенков. Мне это очень нравится. Шиммеры. Шиммеры здесь мне нравятся, то есть я могу поэкспериментировать с вот этими синими шиммерами, я делала уже так, но самый классный для меня шиммер, это шиммер вот этот вот. Можно тут уже, наверное, видеть, что у меня уже аж ямка здесь образовалась, настолько мне этот шиммер нравится, и он у нас под названием Energized, я использую его в каждом макияже, почти каждый день, настолько он идеально подходит под любой образ, который я делаю. Конечно, качество теней в этой палетке, оно нереальное, вот такого качества я давненько не видела в какой-либо другой палетке, любого другого бренда, вот, поэтому я без ума от того, что у меня есть эта палетка, потому что мне есть с чем поиграться, мне есть с чем экспериментировать, и, в общем, Huda, я думаю, сделала хорошую работу, создав эту палетку. Ой, еще совсем забыла, кстати, вот этот оттенок тоже, о, и вот этот оттенок. В общем, тут реально есть с чем поиграть, я уверена, что если у вас есть эта палетка от Huda Beauty, вы знаете, о чем я говорю, потому что бывает, смотришь на палетку и думаешь, о, этот оттенок классный, а потом, о, и этот, и этот, то есть, эта палетка, она именно воплощение этого вау, мне кажется. И палетка от Наташи Диноны, я давненько не пользовалась, если честно, ей, мне она нравится, но когда я смотрю на Huda Beauty, я почему-то ощущаю больше комфорта, как расположены здесь тени, я не знаю, это может странно, но в этой палетке от Наташи Диноны мне, но в этой палетке от Наташи Диноны мне очень нравится также разнообразие розовых оттенков и таких коричневатых, и этот оттенок, который называется Psychedelic, это то, что я использую именно как топпер. Если, допустим, захочу сделать макияж палеткой от Too Faced до Teddy Bear, и я пойму, что мне нужен какой-нибудь блестящий, блестящий тень, блестящий топпер хорошего качества, то я возьму либо палетку Наташи Диноны, либо Huda Beauty. Эту палетку от Наташи Диноны я использую, когда мне хочется сделать какой-нибудь красивый, нежный или хищный макияж в розовых тонах, и эта палетка реально хороша, качество огонь, как и у всех, наверное, почти палеток Наташи Диноны. И еще цена, она не очень дорогая, сравнивая с другими большими палетками Наташи Диноны. С палетками мы разобрались, на самом деле их может быть больше, просто я посмотрела в своем шкафу с косметикой, и я поняла, что вот это те, которые я использую чаще всего, и, соответственно, они мои любимые. Кстати, ребят, если вам интересно, сегодня мои губы красные, потому что близится Рождество, праздники, и в сегодняшнем видео я использовала помаду от Lunar Beauty, которую я покупала и показывала вам распаковку косметики в моем прошлом видео, помада в оттенке Aphrodite, и это реально очень классная помада, которую я сегодня использую вместе с карандашом для губ от Патрика. Та, карандаш у меня в оттенке That's Why She Is Late, это очень хорошее комбо, хоть, я не знаю, наверное, не так часто вы можете видеть меня с красными губами, но я поняла, что я хочу сегодня это сделать, чтобы не быть как все, вот, потому что, честно, не так часто ты увидишь девушку в США, которая накрашена красной помадой посреди дня, это редкость, вот, поэтому я такая, окей, почему нет, праздники приближаются, мне нравится такой образ. Еще и с темными волосами, огонь. И теперь давайте перейдем к тоже не менее интересной категории косметики за этот год, а именно я хочу начать с хайлайтера, это мой любимый хайлайтер, который я использую реально каждый день, я даже сегодня использовала его в уголках глаз, чтобы немножко подсветить глаза, и этот хайлайтер от Jaclyn Hill в оттенке Ice, я его обожаю, наверное, говорила вам об этом в почти каждом видео, что я его использую. Более того, если вы смотрите внизу под видео, что я, какую косметику я использую, этот хайлайтер, скорее всего, фигурирует в каждом видео, настолько он идеален. Сегодня я использую не этот хайлайтер, сегодня я использую хайлайтер от Glam Light, их коллаборацией с Mikaeli. Почти одинаково они смотрятся, за исключением того, что этот хайлайтер, он все-таки, наверное, не такой белесый, тогда как хайлайтер от Mikaeli, он чуть более уходит в серебринку, вот, а этот он не уходит в серебринку. Поэтому этот хайлайтер, я просто, я не знаю, насколько можно любить хайлайтеры, чтобы использовать его так часто. Это был мой первый раз использование вот такой пудровой формулы от Jaclyn Hill, и надо сказать, что я в восторге. Может быть, нужно было купить еще другие оттенки, когда была распродажа в Alty, но это вот тот самый идеальный хайлайтер, который, вот, если он у вас есть, люди будут спрашивать, а что у вас за хайлайтер, он очень классный. Это очень странно, но это единственный хайлайтер, который мне понравился очень сильно в этом году, я специально посмотрела в своем ящичке, есть ли у меня что-то, что я покупала в этом году и что мне очень понравилось. Нет, это единственный, это о многом говорит. Далее, давайте поговорим о бронзерах, да, о бронзерах. У меня есть три бронзера, которые мне понравились очень сильно в этом году. Первый из них это наиболее новый бронзер от Makeup by Mario, он у меня в оттенке Light Medium. И это бронзер в стике, который я использую каждый день, каждый день, без исключения, чтобы вы понимали, это то, сколько я использовала этого бронзера, то есть это хорошее количество на самом деле. Вот таким образом он выглядит, выглядит как обычный стик, в принципе ничего, наверное, необычного нет, но он реально очень хорошо смотрится на коже, он легко растушевывается, хорошо смотрится после растушевки на коже, смотрится естественно. Это, знаете, просто тот самый идеальный бронзер в стике на каждый день, я даже сегодня его использовала немного, и мне нравится всегда, как это смотрится, как мое лицо смотрится, как смотрится мой контуринг, так сказать, да. Другой бронзер, который я также покупала в этом году, да, в этом году, в этом году, это бронзер от Nars, и он у нас в оттенке Laguna. Этот бронзер, я знаю, был очень популярен, что это был лимитированный бронзер, все пытались его достать, но он везде был распродан. Мне он нравится очень сильно, потому что это тот самый идеальный цвет бронзера, который мне нравится на себе видеть. У этого бронзера от Nars текстура, конечно, чуть более плотная, чем у бронзера от Makeup by Mario, и нанесение его не такое прям легкое, как у этого стика, поэтому я не так часто им пользуюсь. Мне очень нравится, насколько он мягкий, и каков конечный результат на моей коже. Я его использую, когда у меня есть больше времени, чтобы нанести его и хорошенько растушевать. Не так давно я, кстати, заинтересовалась тем, какие бренды косметики cruelty-free, а какие нет, то есть какие тестируют на животных косметику, а какие нет. И Nars пока что, к большому сожалению, тестирует косметику на животных, и поэтому, скорее всего, со следующего года я решила, что я буду покупать и делать обзоры на своем канале косметики, которые не тестируются на животных, вот такой вот шаг. Было очень неприятно узнать, что Nars все-таки пока что это делает, но, в общем, бронзер этот у них хороший. И другой бронзер, который мне также очень понравился, это бронзер от Gucci, естественно. Это Gucci, такой, знаете, люксовый бренд. Это, кстати, мой первый продукт, который я купила от Gucci, я думаю, что не последний. Мне нравится, насколько этот бронзер шелковистый, насколько он не такой прям очень пигментированный, но, тем не менее, он очень смотрится красиво на коже. Я не знаю, насколько прям этот оттенок мне нравится, потому что этот оттенок, который у нас 0.1, он не такой прям очень пигментированный, наверное, чего я хотела. Вот, поэтому я люблю наносить его поверх кремовых продуктов. Это классный, хороший бронзер, он не дешевый, наверное, он самый, да, он самый дорогой из всех тех, которые я вам сейчас показала. Но, потому что это Gucci, и потому что, когда я пользуюсь им, я ощущаю себя какой-то, не знаю, маленькой принцессой, я не знаю, почему такие ассоциации. Мне этот бронзер очень нравится и в нанесении, и в том, как он смотрится, вот. Мне, кстати, очень интересно, что за отдушка у продуктов Gucci, потому что каждый раз, когда я открываю этот бронзер, я ощущаю какой-то аромат, отдушку, которую я никогда нигде не чувствовала. Это очень интересная отдушка у Gucci и, конечно, упаковка у этого бронзера, это вот прям тоже шик и блеск. Далее, моим фаворитом за этот год стали вот эти румяна от Dior. Я, на самом деле, не думала, что они мне так понравятся, потому что, по первому взгляду, я не увидела достаточно хорошей пигментации. Но, когда я начала их использовать чаще, я начала понимать, что мне нравится этот эффект свежей кожи. Они, скорее всего, эти румяна смотрятся в рефиле достаточно яркими, смотрятся как цвет Barbie Pink, я бы сказала так. Но на лице он смотрится более естественно, и в зависимости от вашего pH баланса кожи, эти румяна от Dior будут смотреться по-другому. И это очень классная характеристика этих румян, как мне кажется. Мне нравится, насколько эти румяна сразу делают мое лицо более отдохнувшим. И, конечно, мое лицо сразу начинает выглядеть более свежим, когда я их наношу. Эти румяна стали популярными на TikTok, я не знаю насчет YouTube, но на TikTok они завирусились. Их очень даже сейчас сложно достать, потому что они постоянно не в наличии. Но я рада, что я взяла этот оттенок, потому что он универсален. Я рада, что я их купила. Я иногда даже понимаю, что мне гораздо проще использовать какие-нибудь вот такие маленькие румяна, маленький бронзер. Потому что когда у тебя вот огромные румяна, вот, допустим, от Pat McGrath у меня румяна, да, я ими не так часто пользуюсь, как это ни странно, потому что они у меня постоянно лежат в моем ящике с косметикой, вот в боковке, да, вот так вот они лежат. И иногда просто гораздо проще то, что под рукой использовать. Наверное, именно поэтому эти румяна стали любимыми у меня, потому что я к ним тянусь гораздо больше, чем, например, к Pat McGrath, которые у меня также являются любимыми румянами. Они хороши, но именно эти пока что мне нравятся больше. А давайте поговорим теперь дальше о других румянах. Эти румяна от Melt Makeup. Это, по-моему, мой первый раз в покупке чего-либо от бренда Melt. И эти румяна у меня в оттенке Honey Thief. Это очень-очень красивый оттенок. Что же такое? Не открывается. И это очень уникальный оттенок румян для моей коллекции. Они невероятно шелковистые, мягкие. И они могут быть пигментированными, если вы захотите это. Но можно нанести их и очень в легкую. Это тоже возможно. И этот оттенок я бы описала как, я не знаю, персиково-розовый. Да, персиково-розовый. Что-то вроде того. Он очень уникален. Мне нравится ими пользоваться, когда я хочу, опять же, сделать так, чтобы мое лицо было, выглядело более отдохнувшим. И эти румяна с этим справляются. И эти румяна мне нравятся тем, что они очень компактные. Они легко открываются и закрываются. Здесь такой очень сильный магнит. Эти румяна определенно стали тоже моим любимым в этом году. Также моим фаворитом в этом году стала пудра от бренда Cosas. Я так понимаю, пудра называется это Cloud Set. У меня она в оттенке Feathery. Это нереально классная пудра для того, чтобы зафиксировать ваш макияж. И убрать весь жирный блеск на весь день. То есть реально, когда я пользуюсь ею, я точно вижу, что мое лицо выглядит супер классно. И как будто бы на моем лице инстаграм-фильтр. Настолько эта пудра здорово борется с этой жирностью, которая может быть видна на вашем лице в течение всего дня. Помимо того, что эта пудра классно действует на жирность лица в течение всего дня, мне нравится этот факт. Еще что бренд Cosas это бренд, который является чистым брендом, а именно Clean Brand в Sephora. То есть они используют все чистые ингредиенты для косметики, для состава косметики, что очень здорово. Мне нравится, когда у меня в коллекции моей косметики есть бренды, которые являются чистыми. И я знаю, что я могу использовать их без опасения того, что там могут быть какие-то непонятные деметиконы и так далее. Поэтому эта пудра, она вот просто произведение, искусство, я считаю. Также меня очень-очень поразила на самом деле вот эта помада от NYX. Эта помада, мне кажется, завирусилась на ТикТоке также. Ее было очень сложно достать в магазинах, на сайте NYX. Даже сейчас в некоторых магазинах нельзя найти вот какие-нибудь нормальные, типа розовые оттенки этой помады жидкой. Эта помада от NYX является той помадой, которая не стирается с вашего лица. А все почему? Все благодаря вот этой жидкости в этой помаде. То есть, нанося это на жидкую помаду, которая у нас находится вот здесь, ваша помада останется на губах реально на весь день. Знаю, что многие говорили о том, что эта помада может как-то сушить губы. Я думаю, это ожидаемо, потому что эта помада жидкая, да еще и она долго держится. Наверное, не так много жидких помад, которые долго-долго держатся на губах, не будут высушивать губы. Я не заметила лично на своих губах, что они прям были пересушены после использования. То, что я заметила, это то, что даже вечером я смотрю на себя в зеркало, и я вижу, что у меня до сих пор есть эта помада на губах. Именно поэтому она, я считаю, является моим фаворитом этого года. Мне нравится находить какие-нибудь классные вещички, да, которые отличаются от других брендов, новые формулы. И это как раз-таки тот случай. Эта помада, конечно, заставила сказать меня вау, когда я увидела, насколько она долго держится на губах. И последние два продукта, которые я хотела бы показать вам. Первый, это румяна от R-Beauty в новом оттенке, который называется Encourage. Я взяла его, потому что мне показалось, это тот оттенок, который я бы хотела от R-Beauty. Он не слишком темный, не слишком светлый. Эти румяна, они очень-очень пигментированные. Одной точечки такой достаточно, чтобы на вашем лице был этот румянец. А все началось с того, что мне очень понравились румяна в оттенке Bliss. Это вот прям мой go-to оттенок, хотел сказать. Это тот оттенок, который я использую практически каждый день. И только, наверное, в этом году я чуть больше поняла эти румяна. Вот. И оттенок Bliss, это, понятное дело, более естественный оттенок. На каждый день он тоже идеален. Тогда как оттенок Encourage, это... Ну, с ним нужно быть аккуратнее, мне кажется, так, потому что слишком много будет смотреться, ну, не очень прям, да. Вот таким образом смотрится оттенок Encourage, и таким образом смотрится оттенок Bliss. Я бы сказала так, что когда я хочу использовать сиреневые тени, это те румяна, которые я чаще всего использую вот в этом оттенке Encourage. Можно увидеть, насколько пигментация различается у этих двух оттенков. Опять же, буквально одной точки достаточно, чтобы у вас был хороший румянец на лице. Я обожаю этот оттенок, прям вот он идеален. У меня до сих пор упаковка осталась от этих румян. Эти румяна, они сияющие, тогда как другие румяна, которые я покупала в красном оттенке, таком насыщенном, сегодня, кстати, я их использовала, это матовые румяна. Мне нравится лично больше именно сияющая формула, мне легче работать гораздо, и смотрится это как будто более красиво, мне кажется. Эти румяна хоть недавно они вышли, я недавно их купила, мне они уже очень-очень понравились. Последнее, что мне понравилось в этом году, это консилер от Cosas. Опять же, у нас пудра, у нас консилер. Это консилер, который я использую каждый день. Совсем недавно я поняла, что у меня как-то пропала эта искра любви к консилеру от Tarte Shape Tape, потому что он может быть из чур плотным. И прикол этого консилера в том, что он еще и ухаживает за вашим лицом, потому что здесь есть большое количество активных ингредиентов, которые можно найти в уходе за лицом. То есть это гибрид, это и макияж, и уход два в одном. У меня это оттенок под названием 1.5C. Я просто не могу нарадоваться использовать этот консилер, потому что он дает мне то самое увлажнение и достаточную плотность, чтобы я смогла скрыть свои, допустим, круги под глазами, когда они у меня бывают. Определенно, это тот консилер, который, я думаю, я бы даже купила еще раз, потому что мне нравится, что он увлажняет, в нем есть еще и ингредиенты, которые хороши для кожи. И, конечно же, это Clean Brand, то есть это бренд с чистым составом. И я думаю, что пока что это все, что мне пришло в голову о том, что мне понравилось в этом году среди моих покупок косметики. Я очень надеюсь, что вам это видео показалось интересным. Мне будет очень интересно узнать, есть ли то, что вам тоже понравилось из моего списка любимчиков этого года. Пишите в комментариях, давайте пообщаемся, как говорит Антон Эс. В общем, на этом, ребята, я буду заканчивать свое видео. Надеюсь, оно не было очень длинным, хотя это не факт, мне кажется, оно будет длинным. В общем, я желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения и хорошей подготовки к Новому году и праздникам. Ваша Еля, не прощаюсь. Пока-пока.